Киев сообщает о небольших шагах вперед в изнурительном контрнаступлении. Россия продолжает ракетные обстрелы Украины. Мятежники в Нигере заявили, что готовы к диалогу с Соковас, но собираются преследовать свергнутого президента Мохаммеда Базума за госизмену. Центральный банк России назначил внеочередное заседание Совета директоров по ключевой ставке на фоне заметного ослабления рубля. В итальянском регионе Пьемонт ликвидируют последствия схода крупного оползня. Пять человек, объявленные пропавшими без вести, найдены живыми. На востоке Украины сразу на нескольких направлениях идут тяжелые бои. В районе Бахмута, по словам заместителя министра обороны Анны Малер, украинские войска за прошедшую неделю освободили территорию в три квадратных километра. Малер также сообщила, что после активизации российских войск на Купинском и Лиманском направлениях, украинские силы смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал. Минобороны РФ со своей стороны заявила об успешном отражении атак в районе Купинска. На юге в ночь на понедельник Россия атаковала Одесскую область ракетами «Калибр» и беспилотниками «Шахет». Обломками сбитых снарядов повреждено общежитие одного из учебных заведений, жилой дом и супермаркет. Несколько человек получили ранения. Накануне жертвами российского обстрела Херсонской области стали семь человек. Среди них новорожденная девочка, ее 12-летний брат и их родители. Понедельник объявлен днем траура по погибшим. Тем временем в России в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2023», на котором будут представлены тысячи образцов вооружений. Российский президент Владимир Путин, который обратился к участникам по видеосвязи, заявил, что мероприятие поможет укрепить военное сотрудничество на благо безопасности и стабильности в формирующемся многополярном мире. Русские милблогеры acknowledge that Ukrainian forces are maintaining a presence on the east bank of the Dnieper River in Херсон region, in contrast to previous Ukrainian raids. But the Institute for the Study of War does not yet assess that these positions constitute a bridgehead. Кremlin-affiliated милблогеры claim that Ukrainian forces have established positions west of Kozachi-Lahiri, after several days of limited raids across the Dnieper River, adding that Ukrainian sabotage and reconnaissance groups continue to operate west of Kozachi-Lahiri, but that the settlement itself is still under Russian control. Милблогеры also claim that Ukrainian reconnaissance groups continue to operate near Antonivsky Bridge and further south of Херсон, in the area of Hola-Prystany, and conduct raids across the Dnieper River. Continuing Russian claims that Ukrainian forces maintain a presence on the east bank of the Dnieper River suggests that Russian forces are concerned that Ukrainian forces have established semi-lasting positions across the river. The UK Defence Ministry says some of the operations, both near Kozachi-Lahiri and near Antonivsky Bridge and in the Hola-Prystany area, likely took advantage of a local Russian force rotation. And now Russian commanders face its lemma on whether to strengthen this area or to deploy troops in the areas of Ukraine's main counter-offensive operations. further to the east. Военные мятежники в Нигере заявили, что намерены преследовать свергнутого президента страны Мохаммеда Базума по обвинению в госизмене и подрыве государственной безопасности, из-за чего политику может грозить смертная казнь. Именно такое наказание используют в этой стране по подобным обвинениям. По словам пресс-секретаря Хунты, соответствующие доказательства уже собраны. В целом, в результате posible, что Г 북es designed both Korean и близнецов, ухудри massa стump mileni at уматоместными стэйсами и данными совместными стратегами и странами, Свергнутый глава государства, по некоторым данным, находится в президентском дворце в столице Нигера. Его фактически держат в заложниках. Ранее сообщалось, что глава мятежников генерал Абдурахманд Чиани дал согласие на начало переговоров с экономическим сообществом стран Западной Африки. В четверг главы государства Кавас поддержали скорейшее начало интервенции в Нигер. В столице Швеции, Стокгольме, состоялась еще одна акция с сожжением Корана. Ее организовали двое мигрантов из Ирака. Однако их действия не нашли поддержки у оказавшихся рядом жителей города. Одного из недовольных, который попытался сорвать акцию иракцев, задержала полиция. Сверя была из-за того, что это было легитимное желание для террористов, как один из других вестеринских стран, до того, что это было более приоритетное желание для террористов. Даже сейчас, в сомнении, у нас и полиция и регионы, мы не коммуницировали, что мы находимся в серьезном состоянии, в том, что мы были, скажем, около половиной лет назад. Участившиеся акции с демонстративным осквернением священной для мусульман книги вызывают гневные протесты в исламских странах. Полиция и правительство Швеции сообщили, что ситуация в сфере безопасности ухудшилась, так как представители террористических группировок призывают к нападениям. В Аргентине состоялись открытые, единовременные, обязательные праймерис. Победу на них одержал 52-летний ультралиберал и либертарианский экономист Хавьер Милей, который называет себя антисистемным кандидатом. Ему удалось набрать более 30% голосов избирателей и оттеснить традиционных правых и левых кандидатов. Он обошел правого политика Патрисию Булрич, экс-министра безопасности, у нее 28%. Нынешний министр экономики Серджио Массо занял третье место, набрав порядка 27% голосов, что стало худшим за десятилетие результатом для лагеря пиранистов. Сторонник долларизации экономики и так называемого плана бензопилы для госсектора, Милей, которого СМИ уже окрестили аргентинским Трампом, намерен со временем упразднить Центробанк, запретить аборты, легализованные три года назад, а также смягчить законы об обороте оружия. Уходящий президент-пиранист Альберто Фернандес решил не выдвигать свою кандидатуру на фоне серьезных проблем с экономикой. В стране галлопирующая инфляция, за чертой бедности проживает 40% населения. Центральный банк России назначил внеочередное заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки на фоне ослабления рубля. Курс доллара к середине дня, 14 августа, превысил 101 рубль. Это произошло впервые с марта 2022 года. Евро также вырос на торгах и достиг отметки в 111 рублей. Цены также выросли, значит, уровень жизни упадет, он уже упал, еще больше упадет. Бедных становится больше. Это однозначно. На прошлой неделе Росстат объявил, что по предварительным оценкам, во втором квартале 2023 года экономика России выросла на 4,9%. Экономический подъем искусственно стимулируется госрасходами на войну в Украине, говорят эксперты. На Гавайском острове Мауэ уже свыше 90 подтвержденных погибших в результате природных пожаров. И цифра будет расти, заявил губернатор Джош Грин. Сотни людей значатся пропавшими без вести. По словам Грина, главное для властей сегодня помочь пострадавшим воссоединиться после эвакуации и расселить потерявших кров. В пристанище нуждаются свыше 4,5 тысяч человек. По предварительным оценкам, ущерб от пожара на Гавайском острове достигает 6 миллиардов долларов. Власти и бизнес-штата подверглись критике за неготовность к бедствию. Подан иск к энергокомпании Мауи, которая якобы не отключила подачу тока с началом сильного ветра. Наблюдатели не исключают короткое замыкание, усилившее пожар. Сильнее всего от пожара пострадала популярная у туристов Лахайна, которая в 19 веке была столицей королевства Гавайи. Ее исторический центр практически уничтожен. Местные жители опасаются, что восстановление будет идти с акцентом на состоятельных домовладельцев. Улица итальянского городка Барданекия. Покрыты густой грязью, завалены камнями и обломками в результате схода крупного оползня в воскресенье вечером. Барданекия находится недалеко от Туринов, в горной долине Вальди Суза. Пять человек, которые ранее были объявлены без вести пропавшими, обнаружены живыми. Один местный житель получил легкие травмы. Пожарной бригаде удалось спасти шестерых пассажиров автофургона, который подхватил селевой поток. В целях безопасности в город прекращена подача газа до выявления и устранения повреждений газопроводов. В центральной и восточной Чехии в ночь на 14 августа прошли сильные грозы с проливными дождями и градом. Особенно сильно пострадал градец Кралове. За ночь в региональную пожарную службу поступили десятки сообщений о поваленных деревьях и подтоплениях домов. По состоянию на утро понедельника пожарные команды провели более 30 операций по ликвидации последствий стихии. Французский Парис Инжермен договорился о продаже бразильского нападающего на Эмара Саудовскому клубу Аль-Хилляль. Как сообщается, 31-летний футболист подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы. Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из Барселоны за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В составе парижской команды форвард провел 173 матча, в которых забил 118 голов и стал пятикратным чемпионом Франции. В профессиональной лиге Саудовской Аравии Неймар присоединится к Роналду, Бензема, Мане, Канте и другим известным игрокам. Субтитры создавал DimaTorzok